Добрый день, уважаемые любители рок-музыки! Давненько мы с вами не виделись. Надеюсь, что вы обо мне еще не забыли. Мои любимые хейтеры в запрещенном инстаграме, так те меня уже давным-давно похоронили, причем с большими почестями и крокодильями слезами. Но если верить народным приметам, то это только означает, что я дольше буду жить, если, конечно, будет на то воля Божья. То есть скучно хейтерам без меня, без моих песен и рецензий на творчество их любимых кумиров, практикующих хэви-метал-попс-рэпа-шансон. Но поговорить с вами хочу не об этом. Хотя не скрою, я всегда с большим интересом наблюдаю за хейтерами в естественной среде их обитания и в непринужденном природном состоянии, когда их ни в чем не сдерживает анонимность интернета. Поговорить я хочу совсем о другом. Поговорить хочу о культуре и искусстве. Как говорится, кто куда, а голый в баню. Ну что я могу с собой поделать? Хочется мне говорить про культуру и искусство. Нет, колбасу и селедку я тоже очень люблю, но вот говорить и думать хочется мне почему-то о культуре и искусстве. Вы можете мне сказать, не до культуры сейчас, в это тяжелое для нашей страны время. На что в ответ я повторю знаменитое выражение «Война войной, а обед по расписанию», которое звучит очень по-русски, по-суворовски, по-василии-теркински. Очень правильно звучит. Спокойно, победно, без суеты. И это выражение, конечно же, уместно не только в отношении обеда на войне, а касается любой сферы общественной жизни, включая и культуру, которая не должна останавливаться, несмотря ни на что. А по моему мнению, в роковые, опасные времена, а сейчас у нас именно такие решающие, переломные, судьбоносные времена, культурная жизнь народа в первую очередь не должна останавливаться ни на секунду. Вот именно поэтому сегодня мы с моим гениальным продюсером и по совместительству моей незабвенной супругой идем в театр. Причем идем в театр совершенно новый, недавно зародившийся, который так и называется «Новый театр». И будем смотреть там не простой спектакль, а спектакль иммерсивный. Для тех, кто подзабыл, что это такое, ну, по зоопарке с кем не бывает, подзабываешь иногда даже простые прописные истины. Я вкратце напомню, что иммерсивный спектакль – это когда режиссер создает и погружает зрителей в определенную искусственную среду. И зрители как бы находятся внутри самого театрального действия, стоят рядом с актерами, ходят между ними, всматриваются в их лица. И все это происходит в окружении соответствующего антуража, который можно, образно говоря, пощупать руками, если, конечно, вам позволят это сделать. В чем я, конечно же, глубоко сомневаюсь. И все это вместе помогает зрителям глубже погрузиться в соответствующую атмосферу и тоньше понять задумку режиссера-постановщика. Вот именно такой иммерсивный спектакль поставлен в новом театре режиссером Эдуардом Баяковым со «Товарищей». А в «Товарищах» у него были, судя по рекламным объявлениям, еще два режиссера – Валентин Клементьев, народный артист России, и Рената Сатериади, а также целая плеяда различных актеров, среди которых есть даже очень известные, народные и заслуженные Леонид Якубович, Эдуард Флеров и Евдокия Германова, а также другие актеры театра. Кто конкретно из них будет задействован сегодня в ролях, мы уже узнаем на месте. Спектакль называется «Лубянский гример», и поставлен он по мотивам произведений нашего русского писателя 19 века Николая Лескова, но в первую очередь за основу взят рассказ «Тупейный художник». И опять-таки напомню тем, кто запамятовал из школьной программы, что «тупейный» – это не синоним слову «тупой». Тупой он и есть тупой, он и в Африке тупой, и тупой даже в продвинутой либеральной среде. А «тупей» – это архаичное русское слово из парикмахерского дела, произошедшее от французского слова «тупе», означающее «взбитый пучок волос на голове». Эдакий хохолок в соответствующей прическе, модной в то время. Поэтому «тупейный художник» – это парикмахер, гример. Почему Эдуард Баяков назвал спектакль «Лубянский гример» – не знаю, но предположу, что, скорее всего, потому, что и сам новый театр располагается, и постановка спектакля осуществлена в здании, которое находится в районе Лубянки, а именно в бывшей усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице, дом 7. Может быть, поэтому. А может быть, у авторов спектакля были еще ассоциации с тем, что здесь когда-то, с 1919 года, располагался особый отдел московской ВЧК ОГПУ НКВД, знаменитый своими репрессиями против врагов народа, что сразу же вызывает в сознании параллели с жестоким временем крепостного права, о котором и будет идти речь в спектакле. Может быть, и поэтому. История самой усадьбы, в которой расквартировался новый театр, тянется с 16 века, и построена она была деревянной. В 18 веке усадьба перешла во владение графского семейства Салтыковых и была перестроена архитектором Семеном Кариным уже в камне, в стиле рок-ко-ко, тогда модном. А в первой половине 19 века стала собственностью предводителя московского дворянства Александра Черткова. Поэтому усадьба носит двойное название и обладает большой историей. Здесь бывали и Пушкин, и Гоголь, и Жуковский. И даже по легенде здесь два дня находился Наполеон, когда была Москва, спаленная пожаром, французу отдана. А усадьба в то время как раз от пожара уцелела. Именно в здешней библиотеке Лев Толстой работал над романом «Война и мир», а Константин Циолковский размышлял над теорией космонавтики. И даже сам Феликс Эдмундович Дзержинский, начальник ВЧК ОГПУ НКВД, порой захаживал сюда, в свой особый отдел. Да кто только не бумвал в этой знаменитой усадьбе, что там говорить. Сама история бродила по ее анфиладам. Поэтому в ходе иммерсивного спектакля мы будем не просто ходить по залам и лестницам этой старинной усадьбы в стиле рок-ко-ко с массой лепнины, завитушек, зеркал, мрамора, паркета, вычурной мебели, а прикоснемся к самой истории. И при этом будем в самой непосредственной близости наблюдать за игрой актеров, полностью погрузившись в атмосферу того времени. Теперь несколько слов о том, почему из большого спектра московских спектаклей я выбрал для просмотра именно этот. Я выбрал этот спектакль не потому, что он модно-иммерсивный, и не потому, что он будет проходить в старинной исторической усадьбе. Хотя и это, конечно же, мне интересно. А в первую очередь я выбрал его потому, что мне интересна личность режиссера Эдуарда Баякова. В театральных кругах этот человек очень известный. Перечислять его работы и достижения можно долго. Помимо множества театральных и кинопостановок, он был одним из создателей и директором фестиваля «Золотая маска», создателем театрального фестиваля «Новая драма», фестиваля театра для детей «Большая перемена». Основал и руководил театром «Практика», был ректором Воронежской государственной академии искусств и даже до недавнего времени был художественным руководителем «МХАТ» имени Горького. Ну и вот в 2022 году Эдуард Баяков основал в Москве еще один негосударственный театр с непритязательным названием «Новый театр», куда мы и идем на спектакль. Вот такой вот известный в театральных кругах и очень деятельный, насколько вы поняли, человек. Но так как я сам не из театральных кругов и сфера моих интересов всегда была в совершенно другой области, то мне ни разу не доводилось бывать на его спектаклях, хотя я, конечно же, слышал об этом режиссере. И вот недавно я как-то совершенно случайно просмотрел одно интервью Эдуарда Баякова, в котором он излагал свои взгляды на мир, на искусство, на театр. И меня заинтересовала личность этого человека, его взгляды. Тогда я уже целенаправленно просмотрел еще несколько его интервью и почитал некоторые его посты в телеграм-канале. И хочу сказать, что мое мироощущение очень созвучно с его представлениями о мире. Мне близки его взгляды на Россию, ее историю, на наше общество, на наши перспективы, на нашу национальную идею. Я разделяю его отношения и к православию, и к патриотизму, и к тому, что происходит на Украине. И поэтому мне интересно, как свое мировоззрение он выражает в своей профессии, в режиссуре, в искусстве, в своих театральных постановках. Ведь именно в профессии ярче всего и в первую очередь проявляется личность человека. Вот поэтому, уважаемые любители рок-музыки, вы уж не обессудьте, но сейчас мы с вами вместе пойдем удовлетворять мое любопытство и смотреть в новом театре иммерсивный спектакль «Лубянский гример» в постановке Эдуарда Баякова. Если, конечно же, нам позволят снимать действия на айфон. Ну, а если не позволят, то я без всяких видеосюжетов просто поделюсь с вами своими впечатлениями от увиденного. До встречи! Мысли вслух точны и честны Мысли вслух о том, о сём Интересны мысли, если сказаны Молощуком Молощуком Молощуком